Запуск оптической сети в Кангаласах и план строительства школы. Глава Якутска Айсен Николаев посетил образовательные учреждения и животноводческий комплекс. Подробнее в сюжете Евгения Андросовой. Школа поселка Кангаласы была признана аварийной. С прошлого года со смены руководства в сентябре были проведены ремонтно-восстановительные работы. Теперь в школе снова можно учиться. До первого полугодия этого года мы должны восстановить спортивный зал, который у нас тоже находится пока в аварийном состоянии. Для этого проектные работы сейчас ведутся по спортивному залу. И мы должны уже 1 сентября зайти в полноценную школу. Да, мне нравится. Очень, потому что вот когда я училась в другой школе, здесь не так уж и уютно было, когда я отсюда уезжала. Вот когда я приехала, здесь как-то получше стало. Однако в будущем школьников ожидает совершенно новое здание школы. По крайней мере, так планирует руководство города. Мы опять же планируем, что в ближайшие годы здесь у нас будет построено новое здание для кангаласской школы. А этой школы, конечно же, у нас в социальных учреждениях здесь много, разных планов много. В том числе и для дальнейшего развития нашего индустриального парка. Конечно, применение этому зданию, в очень хорошем здании найдется. После слов приветствия состоялось историческое событие. Торжественный запуск оптической сети в кангаласах. Она охватит более 400 домов. Теперь у жителей всего микрорайона появилась возможность подключить быстрый интернет со скоростью до 100 мегабит в секунду. Теперь граждане здесь проживающие, имеют возможность полноценно использовать и госуслуги в электронном виде, смотреть телевидение, пользоваться безлиминным интернетом. Также в рамках объезда глава города посетил животноводческий комплекс села Кильдямцы. Сегодня в нем содержится 200 голов рогатого скота, красно-степной и темно-пестрой пород. Из них 64 коровы дают молоко. Корма в этом году достаточно имеется. Сколько не хватает, но через господдержку мы перебрятаем те корма, которые не хватает. Сейчас даем по 14 килограмм сена. Совсем недавно в животноводческом комплексе Кильдямцы появились на свет телята. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.